До 2024 года в Тверской области планируют отремонтировать 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения. Такое распоряжение дал губернатор после совещания о программе ремонта и развития материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения. В обсуждении приняли участие главные врачи, руководители высших и средних учебных заведений. Список 226 объектов для ремонта, которые вошли в программу, был сформирован на основе заявок от медицинских организаций. Учитывалась численность населения в том или ином районе, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие факторы. Общий объем средств, которые планируют направить в ближайшие 4 года на приведение в порядок медицинских организаций, это более 3 миллиардов рублей. В этом проекте и в этом процессе успеха добьются те, кто будет более четок в своих подходах, кто будет более концентрирован в подготовке документов и кто будет максимально прилежно и ответственно относиться к приведению в порядок и своей территории, и своих учреждений, и, соответственно, всей системы здравоохранения. На совещании обсуждалось открытие в районах области филиалов ведущих учреждений здравоохранения региона. Поставлена задача по снижению смертности от болезней системы кровообращения. На ее решение направлен проект по развитию сети сосудистых центров в регионе. И в перспективе до 2024 года мы планируем открытие филиалов на территории нашей области. Филиалов областной клинической больницы, которые будут оказывать высокотехнологическую помощь, филиалов перинатального центра и филиалов нашего онкологического диспансера, либо онкоцентра. Уже в следующем году строительство филиалов запланировано в Оржеве, Вышнем Волочке, Нелидово. Далее они появятся в Кимрах, Бежеске и Конаково. В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржев. Такие филиалы будут действовать и в других крупных городах Верневолжья, Кимрах, Вышнем Волочке и Конаково. Игорь Руденя подчеркнул, создать и открыть отделение важно в максимально короткие сроки. По словам главных врачей центральных районных больниц этих территорий, уже ведется работа по подбору персонала и помещений. За счет активного участия в профильном национальном проекте, системной модернизации инфраструктуры заводохранения, мы планируем в ближайшие годы обеспечить на территории нашей области максимально полное предоставление услуг жителям нашего региона. В планах до 2024 года открытие на базе межрайонных больниц отделений онкологического профиля.